Рассказываю физику. Татами при всей мягкости имеет свойство сокращаться при давлении. Когда мы падаем на татами, оно мягкое само, то есть оно гасит немножко здесь, но немножко вас взят враспы. То есть вот эта волна все равно на вас доходит. Когда мы падаем на деревянный пол, то деревянный пол лежит на бетон, он лежит на поперечных досках, лаком. Особенность пола в чем? Когда вы на него падаете, он проминается, а потом бьет в ответ. Он не просто прогибается, он реально дает обратный удар. То есть падая на пол, вы получаете удар в ответ. Бетон подращает все, что можно. Поэтому, что я так хочу. Что мы с вами используем? Если мы говорим о базовых формах зенбухи-ягу, то, соответственно, вот я вот помню, я рука лодочник говорил. Она работает совершенно точно так же. Вот этот короткий шлепок, он создает воздушную полушку. Когда локоть, вот этой области хватает, чтобы воздух предохранил руку от удара. Мягкая форма, когда мы делали в кадре, но не вообще замечательная. Легко. Что касается локтя, когда я провел локт, то есть то, что звук, это после. Я приживаюсь в трицепсах, а когда встаю, тогда касается сам локоть. Но поскольку я это уже делаю давно, видите, это никак не больно. То есть если кто занимался каратэ, бить кирпичи, ну, по-моему, жестче. Следующая форма, которую мы показывали со вкатыванием под рукой. Здесь вообще замечательно все. Кохот и ягод. То же самое? Угу. Видите, можно споровать. То есть когда вы работаете в мягкие формы хорошо на тотеме, то, соответственно, путь для вас облегляется каким-то преградом. Ну, или окончением. Ну, пока пойдет? Да? Сейчас.